Итак, прошли сутки после того, когда я поставил сок. Вот кленовый сок. Накапалось очень-очень мало. Явно, что кленовый сок уже перестал капать. Обычно кленовый сок собирают тогда, когда еще лежит снег. Вот снег, как только начинает таять и появляются небольшие прессовые температуры, тогда начинает активно течь кленовый сок. Я в прошлом году опоздал с его сбором. Уже под конец поставил собирать кленовый сок. И он очень медленно капал. Но быстрее, чем сейчас. А сейчас, в этом году, я поставил кленовый сок еще позже. Уже снег давно растаял. И несколько недель были плюсовые температуры. И неделю-другую уже не было снега. Но сейчас активная фаза сбора березового сока. И то местная бабка говорит, что еще для березового сока чуть-чуть рановато. Хочу показать, что становится с дырочками, которые ты просверливаешь сверлом и вставляешь туда для сбора сока березового или кленового. Вот в этом клене, большом, очень большой клен, в том году была сделана вот здесь дырочка. Вот можно видеть, как она заросла. Видно, что здесь было просверлено, и дырочка полностью-полностью заросла. И, между прочим, эту дырочку я ничем не замазывал. Часто советуют замазать глиной, чем-нибудь еще. Я ничем ее не замазывал. Вот таким образом она заросла. А вот здесь рядом... Котики бушуются. Стоит клен, в котором дырочка была замазана глиной. И вот смотрите, как она плохо заросла. Буквально такое отверстие осталось. И там маленькая дырочка виднеется. То есть заросла дырочка очень плохо. Из-за наличия, думаю, грязи. И вот тут возникает дилемма. Вроде как пишут, что дырочки нужно замазывать чем-то. Но, как видим, по результату, если ты ничего не делаешь с этой дырочкой, то она прекрасно сама затягивается. А если я замазал ее глиной, то вот что произошло. Идем теперь к березовому соку. Тоже значительно хуже березовый сок капает, чем в прошлом году. И за сутки, ну, может, литр, пол-литра накапало. Тоже как-то так маловатенько. В прошлом году, когда мы с Сергеем собирали сок, то обратили на такой момент, что вот здесь у меня получается мой дом. И вот эта местность, в которой я сейчас нахожусь, расположена на холме, на песчаном холме. Ну, у нас везде песок, а здесь особенно песчаный колм. До глины, до слоев глины здесь где-то метра два-три. Тогда как мы ставили березовый сок возле дома Сергея, он расположен в той стороне. И в той стороне идет спад. Там находится низина, и глина находится очень близко. Где-то, ну, метра полтора уже начинаются слои глины. Такие конкретные. Ну, то есть метр-полтора уже начинается глина. И там ближе вода, грунтовые воды стоят. Ближе на метров... Думаю, на метра четыре ближе грунтовая вода стоит. Здесь у меня здесь яма возле дома. И на дне нету ни грамма воды, вообще ни капельки, даже лужица никакая не стоит. Тогда как аналогичная яма возле дома Сергея, она поверх наполнена водой. А вот я нахожусь на участке Сергея. И можно видеть, как здесь близко грунтовые воды. Вода буквально у самой поверхности земли. А вот дом Сергея. Сейчас пойду вот к тем березам, и там поставлю березовый сок. Вот я пришел в низину, вот здесь Сергея дома. Здесь есть березы большие. Сейчас под одну березу поставлю сок, посмотрим на результаты. А еще у этой березы можно смотреть, как местные жители вообще, которые здесь раньше жили, березы калечили, чтобы добыть сок березовый. Вот здесь как вырубали топором какую огромную дыру. И она так не зарастает. Вот здесь дыра была. Чуть затянулась, но не до конца. И здесь вот дыра. Ну и такие дыры здесь у всех старых берез. Огромные такие топором расчесы по сантиметров 10, круги огромные. А еще я раскрыл свою актинидию от зимней спячки. И похоже, одна актинидия у меня погибнет. У нее очень сильно потрескалась кора. Вот видно. Все, это уже веточка точно погибшая. И она достаточно глубоко идет. Этот... Что это, гниль, я не знаю, нарушение слоя защитного. Посмотрим. Может быть, вот там внизу осталось что-то живое. И она выживет. Вот эта веточка, вроде бы все с ней в порядке, но фиг знает. Дело в том, что такое разрушение ствола я еще заметил осенью. Когда начались дожди, после первых заморозков, то ли она подмерзла, то ли что-то еще, то ли сырость. Ну, короче, это разрушение веточки началось еще осенью. Сейчас она, получается, всю зиму. Вот и эта веточка соседняя тоже погибшая. Еще эта актинидия была накрыта спонбондом, сверху листьями. И когда я вскрыл, то заметил, что там очень сыро, очень много влаги было. И это, наверное, дополнительно усугубило ситуацию. Ну, тогда как остальная актинидия, с ними вроде все в порядке. Таких нарушений стволиков я не обнаружил. А вообще, я уже заказал балансовую древесину и дубовое дрова в виде столбиков двухметровых. И сейчас активно занят к расчистке площадки, куда мне эти все дрова выгрузят. Уже почти все расчистил. Осталось совсем чуть-чуть допилить. Наполнил вот это вот все. Было за вчера собрано дровишки. Еще хочу собрать все вот эти остатки, кору, веточки. И отдельно их увезти где-нибудь в качестве мульчи. Выложить под различные растения. Вернулся я из города, как и планировал. Гора щепы. Огромная гора щепы. И вся эта щепа пойдет на грядку. Здесь буду вот делать. Далее. 20 мешков цемента марки М500. Укрыл их полиэтиленом слегка, чтобы не отсыревали. Арматура рифленая. Толщиной 12 миллиметров. Ее мне хватит на все столбики. 6 прутков по 3 метра. Там еще гвозди всякие купил. И еще привез. Вот тут в пакетиках. Нашел в городе. Среди домов. Рос большой кипарисовик. Собрал шишки. Из шишек достал семена. Сейчас их посажу. А это белая акация. Но я что-то погорячился. Насчет белой акации. Вот мой дом. Вот здесь дорога. Здесь противоположная сторона участка. И с семенами акации я сделаю вот что. Живи. Посадил. Потому что я понял, что что-то слегка погорячился с белой акацией. Дерево-то, конечно, хорошее. Но у него есть ряд недостатков. Несмотря на огромное количество положительных свойств. Это дерево довольно агрессивно захватывает территорию. Если почва более-менее. То маленькие акации будут прорастать повсюду. А оно очень колючее. И вот все эти полезные свойства его. Что это медонос. И бобовая культура, которая накапливает азот в почве. Все же у него есть вот такой недостаток, что оно очень колючее. И довольно быстро может размножаться. Если условия подходящие. И тратить свое время высевать семена. Потом семена пересаживать в отдельные стаканчики. Растить эти деревья. О, нет. Акаци, пожалуй, пускай сама как-нибудь. Если у нее получится. Ладно, повезло. Не получится. Ну, что ж поделать. А сейчас главное посадить кипарисовик. Очень нравится мне это дерево. Почву для посадки кипарисовика. Кипарисовика я уже подготовил ящик. Вот так вот. А вот они такие все маленькие семечки. Ну что ж. Так вот. Так вот. Так вот все это сейчас засыплю. Присыплю чуть землей. Чуть уплотним. Чтобы ветром здесь не сдувало землю. Дрова я уже все собрал. Сейчас убираю всю эту кору, всякие мелкие ветки. Подготавливаю место, куда завтра должны мне привезти балансы и дубовые дрова, из которых я уже буду строить все. Это не просто убираю куда-то, а кладу на место будущие грядки. Вот этот вот весь на первый взгляд мусор. Вывез всю органику, щепу, кору, которая здесь лежала. Раньше здесь дуб был, дуб порезал весь и сложил на мой постамент. Место для дубовых дров и сосновых балансов готово. И мне тут такая мысль в голову пришла, что нужно строить второй дровник. Получается, что вот здесь у меня место находится, где я дрова все пилю. Потом дрова я отвожу, заполняю свой дровник. Но сейчас у меня там лежат еще дрова с прошлого года. И я не могу сейчас дровник заполнять новыми дровами. И по-хорошему нужно делать так, чтобы было либо два отдела, либо два дровника, один ты используешь, а второй заполняешь дровами, чтобы они сохли. И так каждый год чередуя. Поэтому активно думаю по поводу строительства второго дровника. Вот в этом месте, на этом же месте, где у меня сейчас лежат дрова. Но тут такая проблема, что это не мой участок. Граница моего участка, вот где этот желтый знак установлен. И этот участок земли по-хорошему нужно выкупить, прежде чем начинать строить здесь дровник. Иначе, если это сделаю без разрешения, без легализации участка земли, на котором строю, может прилететь мне. Приедет какое-нибудь лесничество, какая-нибудь земельная служба, которая проверяет вообще или все в порядке. Да, конечно, вряд ли. Меня за это наругают. Вряд ли кто-то будет уточнять, где у меня граница земли. Точнее так. Не будут уточнять и смотреть, где у меня граница земли, пока не появятся соседи. Ну, или пока не посмотрят данное видео и узнают, что если я начну строить здесь дровник, то, скорее всего, я эту землю не легализовал. Ну, и самому не хочется эти неприятности на пятую точку искать, строить не на своей земле. А покупка в аренду, добавка к моему участку, такая опять муторная тема. Опять будут приезжать замерщики. Ну, а как это без них? Так вся процедура осуществляется. Опять мне есть документы, оформлять, менять что ли генплан участка. Ой, не знаю. И если бы не нужно было делать всю эту процедуру с выкупом земли, или если бы эта процедура была онлайн, ты оплатил, те приехали, замерили, и все. Тебе никуда не нужно было ехать. То я бы без вопросов прямо сейчас этим бы занялся. Но так мне придется ездить по различным конторам, подписывать кучу всяких документов. И это меня слегка останавливает. Весна пришла. Очередные саженцы. Я все жимолось заказываю. О, вот это упаковка. Надо пойти взять шуруповерт, чтобы аккуратно вскрыть. Вот это саженцы. Вот это саженцы. Это у нас северный зверь и северная красавица. Берл Бист и Берл Бьюти. Два года искал, где именно эти сорта купить. Еще, конечно, бы хотелось Берл Близзард. Северную метелицу купить. Но, к сожалению, продавцов не нашел, кто хорошие саженцы, метелицы, жимолости продает. Это одни из самых северных сортов. Выдерживают морозы под 45 градусов. И ягоды изумительно вкусные. Вот вам наглядный пример качества саженцев. Это трехлетние саженцы. И это трехлетние. Я говорил, что Близзард еще бы хотел купить. Оказывается, я заказал Близзард только у другого продавца. И можем сравнить. А это Бист. Здесь тоже один из них. Бист. Берл. Чувствуется разницу. Эти саженцы в два раза дороже, чем эти. Какие бы вы купили себе саженцы? Вот такие крошки, задохлики, либо вот такие огромные кусты, которые уже здесь видны цветочные почки. К теме о том, что очень важно найти продавцов, кто продает качественные, хорошие саженцы. Если саженцы стоят в два раза дороже, это еще не факт, что саженец будет хороший. один из простых способов сделать грядку на целине это насыпать на траву сантиметров двадцать минимум щипы. В прошлом году вот на этом месте лежала гора щипы. и для меня это было удивление, что года вполне достаточно, чтобы исчез весь сорняк, любая растительность. Корешки какие-то еще остались, но они уже не прорастают. А так здесь была трава вот как и здесь. Обычная целина с огромным количеством пыре. В итоге получаем чистую землю без сорняков. Я применяю сосновую щепу. а вот здесь на грядках такая же свежая щепа была насыпана в прошлом году. И уже пошел процесс ее разложения и поедания червями. Вот видно здесь присмотреться, то присутствуют маленькие такие какашечки от червей. Когда солнце хорошо пригревает, почва прогревается, то здесь на поверхности появляются черви. Буквально в верхнем слое. О, первый червячок. О, вот еще один. Давайте, давайте, червячки. Мало того, что я убираю сорняки с целины, так я ищу эту почву и удобряю. По сути, формируется гумус, в котором живут черви, перерабатывают дерево и выделяют азот. Другие бактерии тоже поедают эту щепу и появляется азот и огромное количество других микроэлементов. Конечно, я думаю, что лучше всего было бы использовать щепу из лиственных пород дерева. На днях мне должны приехать уже дрова, приехать балансы по 5 кубов каждого материала. И пока есть время, пока не приехали балансы, нужно разложить щепу во всех направлениях, где я планировал. А именно, делаю еще одну большую грядку. здесь будет стоять теплица. Еще щепу мне нужно вот сюда добавить на эту грядку. Все дорожки здесь заложить щепой. Вот здесь вдоль бревен накидать щепы. Чем раньше положу щепу, тем быстрее она начнет перерабатываться микроорганизмами и превращаться в гумус. Но когда мне привезут сосновые балансы, мне нужно срочно переключаться на них и сразу же шкурить, снимать кору. Иначе с каждым днем кора высыхает, ее сложнее снять. И вот так все хорошо получается. Сейчас еще у меня есть примерно пару дней до того, как приедут мне дрова. И за это время мне нужно закончить работу со щепой. С большего. Высадил всю пять кустов к девяти имеющимся. Итого у меня уже 14 кустов жимолости. Может два куста. У меня сорта схожие, а все остальные кусты жимолости по одному сорту. Здесь уже цветочек формируется. Почки цветочные. за два дня больше половины кучи перевез по участку. Вот сколько опилок осталось. Процентов 70 кучи израсходовал. Укрыл все саженцы персика. Там дальше все щепой укрыл различные плодовые. Насыпал на то место, где будет новый огород. Осталось тут уложить куски дерева из дуба, как я сделал вокруг этого всего огорода, чтобы пырей так сильно не лез. Когда дерево положу, то нужно будет еще подсыпать. Как раз на это еще щепа осталось. Заказал еще два саженца ирги. Достаточно дорого, почти по 30 белорусских рублей один саженец. там саженцы трехлетние ирги канадской сорт Мартин. Вот у меня есть Тисен, есть Смолки, это два таких топовых сорта канадских считается, есть Хоннивуд, есть стандартная ирга круглолистная, по сути это полудикий такой сорт. И вот сейчас еще будет сорт Мартин. Очень жду. Ну, в принципе все, по ирге мне больше ничего не надо будет. Сейчас у меня где-то деревьев 7 ирги, еще два приедут, будет 9. Ну, думаю, этого достаточно. Вот один из саженцев ирги, это Хоннивуд. Нам будет в этом году внимательно за ним посмотреть, хорошо поливать, чтобы прирост был хороший. То прошлый год я его весной высадил, он очень много болел и маленький прирост дал, приживался. Это саженец был с открытой корневой системой. А все саженцы с открытой корневой системой, они очень плохо приживаются. Особенно если речь идет не о кустарниках, а о деревьях. Потом вот здесь щипы везде добавил на огородик. Здесь мне по идее будут расти перцы. Ну как в прошлом году в принципе. Тут у меня росли огурцы везде. Они отвились прям в эту сторону. А там дальше росли перцы. Погода волшебная. Тепло. Птички поют. А я еще тестирую новый способ съемки. Вот это видео будет по-новому снято с новыми настройками камеры. Посмотрим насколько картинка будет отличаться. Стоит ли мне так снимать. Так будет намного проще. Ну посмотрю на монтаже. Ну все буду прощаться. Буду ждать прихода дров. И уже потом увидимся когда дрова приедут. Я начну с ними совершать какие-то процедуры. Все. Всем пока. Пока.